привет друзья вновь воскресенье и прямо сейчас в эфире канала 3 плюс самая интересная программа стиль жизни и я ведущий анатолий эйн наступил летний сезон и я надеюсь что наши телезрители успеют отдохнуть и конечно провести свое свободное время вместе с нами а мы в свою очередь будем много путешествовать и посещать только самые яркие мероприятия сегодняшний выпуске программы мы отправляемся долгожданную поездку в израиль в тель-авив где совсем недавно прошел конкурс песни евровидения 2019 на ждут только яркие и музыкальные вспышки сегодняшнем выпуске программы начинаем прямо сейчас программа стиль жизни вместе с вами в эфире канала 3 плюс эстония и латвия и мы продолжаем наши увлекательные жаркие путешествия вместе со мной и так в сегодняшнем выпуске мы с вами отправляемся на ближний восток а если быть точным то это наш любимый очаровательный израиль так что находясь уже прямо здесь сейчас хочется сказать нашим телезрителям не только привет но и конечно шалом что же нас ждет прямо сейчас в первую очередь мы увидим главные интересные достопримечательностей тель-авива куда мы и прилетели второе вы же знаете что в 2019 году проходит конкурс песни евровидения здесь шикарном тель-авиве и напомним что эту победу завоевала очаровательная певица нет а в прошлом году и привезла этот конкурс песни суда я знаю что будет действительно горячо мы встретим на нашем пути интересных звезд пока будем совершать нашу прогулку предлагаю начать прямо сейчас а мне немного истории и хочу сказать нашим телезрителям что тель-авив достаточно молодой город он был основан в 1909 году и конечно является олицетворением независимости современного еврейского народа также тель-авив является вторым по величине городом израиля он очень открытый либеральный и конечно не такой консервативный как например иерусалим суда дорога для молодых для тех кто любит вечеринки хороший пляж вкусную еду отличное настроение и море музыки так что покоряем не только модный ну и конечно музыкальные горизонты встречайте сергей лазарев из россии привет здравствуй заждались вас уже где вы вообще ходите ездить и мы уже давно а вы только сейчас подъехали но мы как говорится медленно но уверенно что то является очень и очень важным ну что пока нас не было расскажи что интересного здесь происходило какие репетиции как все протекал но большое количество репетиции безусловно репетирует многое странно поэтому все очень организовано все очень по времени вот так что успели чуть позагорать отдохнуть и и открытие было замечательное дорожка оранжевая вот кстати говоря если номер рассматривать сколько будет сергеев на сцене сергеев на сцене девять штук в количестве 9 доставим достанется да при том что говорят уже многие шутят что количество людей на сцене может быть всего 6 по правилам конкурса а у меня на сцене 9 человек но так как везде я в общем-то правил я не нарушаю песня scream она немножко другого туда формата и другого жанра это такая эпическая баллада мне как раз ты показал что в этом она и уникальность оригинальность то что она не похожа и на мою предыдущую песню в этом интерес что я не повторяюсь но а помимо репетиции наверняка все-таки жаркий город тель-авив ты успел я знаю тоже прогуляться что запомнилось но город живет конечно евровидением огромное количество туристов приехал и фэнов евровидения конечно израиль очень рад встречать евровидение и это заметно по каждому уголку города смотрите все это в программе стиль жизни на канале 3 плюс во всей прибалтике привет литва привет эстония привет латвия все самое интересное музыкальное как вы видите только с нами практически наши соседи представитель из швеции с великолепной песни надеюсь однажды и я буду выступать на евровидении кто же знает а сейчас расскажите мне о своей песне это песня несет такую мысль которая очень нужна миру никогда не поздно для любви и нам так весело на сцене мне и мама маза я действительно бы с мамами замечательно поете огромное спасибо в общем песня действительно особенно и мы сделаем все что только может а если у тебя время помимо репетиции на прогулки и отдых в тель-авиве от и джойн дэссанфер айдю там вот алкуталка я да 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 конечно я очень рад что мы можем веселиться именно тут успеем на пляж зайти и в ресторане посидеть а вечером заглянуть в бар все просто замечательно и помните что для любви никогда не бывает поздно тейкер бай бай а к беды сады начал до мэйби и болит чувак вы джос мост парк экими кипер пую и и такие педы оба беды и пенки наша прогулка с ветерком продолжается я например использую я нга что это такое ответ прост это яндекс такой же как у нас в эстонии и в латвии просто здесь он называется по другому и янгом в чем же особенность и удобство конечно можно всегда успеть назначенное время и увидеть все достопримечательности комфортно и конечно путешествие должно быть хорошем настроении но а самый интересный плюс что если у вас уже установлена приложение яндекс то вы прилетаете в тель-авив и конечно вызывайте янгу и не нужно переустанавливать это же приложение так что путешествуем в хорошем настроении и наслаждаемся жизнью ну а прямо сейчас мы находимся пожалуй самый главный на сегодняшний день достопримечательности тель-авива если речь идет о музыкальной индустрии это выставочный холл экспо и концертная площадка для евровидения 2019 41 страна продемонстрирует свои песни но и конечно десятки тысяч туристов прилетели сюда со всего мира для того чтобы поддержать не только свою страну ну и конечно всех остальных чем же знаменит этот концертный зал естественно помимо того что мы с вами с программы стиль жизни находимся прямо здесь и сейчас так еще огромное количество звезд успели выступить на этой сцене это 5 шо бой с леди гага дэвид гетто и многие многие другие но а на евровидении 2019 конечно наша любимая звезда мадонна тоже появится на этой великолепной сцене вот это будет действительно потрясающе ну что мы находимся на территории евровидения прекрасная погода но а главное наши друзья представитель от эстонии на конкурсе песни евровидения 2019 конечно наш любимый виктор крон аллоу тире аллоу тире тире куда за есть и куда если у вас время расслабиться или вы постоянно репетируете в самом деле на этой неделе мы работаем беспрерывно но когда я только сюда прилетел то конечно успел сходить и отдохнуть на пляж а что касается песни то для меня она означает то что все мы проходим через сложные времена но надо держать в голове такую мысль для того чтобы никогда не сдаваться и не опускать рук а что вы думаете насчет представителей из россии я думаю что у сергея большой потенциал я уже успел с ним познакомиться и он действительно очень добрый искрен человек желаем удачи балды бест алды бест и диск ренте цикет он обязательно следите за евровидением в тель-авиве но прямо сейчас отметим основные плюсы для чего стоит посетить израиль и конечно тель-авив в первую очередь отличные погодные условия курортный сезон начинается с мая и длится аж по октябрь вот бы нам так в прибалтике второе теплое средиземное море в котором хочется несколько раз и скупнуться третье это хорошая коммуникация все говорят на английском и на русском поэтому для многих туристов это будет одна из причин для чего сюда приехать чтобы комфортно чувствовать во время всей поездки культурные достопримечательностей я думаю что каждый найдет для себя чем здесь заняться и откроет для себя новые исторические горизонты но и это еще не все наша прекрасная и любимая музыка как вы знаете только что год назад на это привезла победу в израиль но и одна из моих любимых песен я думаю песня всех времен и народов это данный интернешнл можно почувствовать себя настоящие дивы то что чувствует все наши модные телезрительницы вместе с программой стиль жизни мы находимся в самом эпицентре событий это выставочный зал экспо где проходит евровидение 2019 как вы видите один из исполнителей демонстрирует свое искусство на прекрасной технологической сцене кстати говоря и все это могут видеть наши телезрители как жалко что победу не могут одержать все страны вместе и только кто-то один приведет заветную победу и на следующий год вместе с программой здесь жизни конечно мы отправимся покорять дальше модные горизонты на евровидении 2020 года ну а пока конкурс песни евровидении в самом разгаре давайте прервемся на небольшую как всегда стильную паузу и вместе с телезрителями прибалтики совсем скоро продолжим наше удивительное путешествие на евровидении 2019 оставайтесь с нами и не переключайте 3 плюс программа стиль жизни вместе с вами и как всегда волшебная сила телевидения перенесла нас из тель-авива в эстонию в представительство в инструментариум для того чтобы прямо сейчас узнать какие интересные оправы появятся в предстоящем летнем сезоне и рядом со мной эксперт модной индустрии представитель инструментариум анита шалом привет привет анатолий здравствуйте телезрители в этом году стран участников было аж 41 но все мы знаем что основатели конкурса песни евровидения такие страны как франция италия германия испания и великобритания а давай проведем параллели вместе с модными оправами именно солнечные очки которые прилетели к нам в прибалтику прямо из этих стран и конечно первая страна это италия бонжорно и из италии к нам прилетела оправа от фирмы фэнди она очень интересная тем что форма у нее пятиугольник она массивная у нее в углах есть очень интересные элементы декора но не меньше мы любим прекрасную францию всегда хочется прогуляться по парижу и для этого не нужно лететь за тысячи километров достаточно прийти в гости в инструментариум какую оправу мы приготовили приготовили оправу от лонгчемп это новый бренд который к нам поступил и она очень необычная разноцветная круглая как раз то что сейчас летом в моде еще одна страна основатель евровидения это германия но если мы с вами говорим о немецких оправах конечно это качество удобства и комфорт и эти слова как раз описывает оправу от hugo boss это новый бренд солнечных очков который у нас и как я немцы любят минимализме и классику так и это право на классическая темно-бордовая и очень хорошо подойдет в этом сезоне одна из стран участниц и конечно основатели евровидения это прекрасная великобритания великобритания у нас представляет оправа от тэд бейкер она очень летняя веселая ярко-розовая и будет подходить к вашим летним нарядам в этом году евровидения нас порадовала присутствием мега звезды конечно это королева мадонна а если мы проведем модные параллели то существуют ли королевы или короли оправ рейбан это король всех солнечных оправ и они родом из америки как и мадонна кстати интересно то что у них каждый год новая коллекция но в то же время они остаются всегда популярными спасибо за ценные и модные советы и я надеюсь что наши телезрители встречают наступление летнего сезона не только в хорошем настроении но и в стильном образе самое время нам взять небольшую но стильную паузу после которой мы продолжим наше увлекательное путешествие в израиле в городе тель-авив на конкурсе песни евровидения 2019 нас ждет еще очень много интересных моментов так что оставайтесь с нами и не переключайте 3 плюс туристов привлекает внимание не только музыка ну а конечно то что тель-авив это курортный город сезон здесь длится очень долго ведь не зря именно тель-авив находится на берегу средиземного моря и хочется сюда приехать как минимум на пару недель чтобы понижиться на солнышке и позагорать на прекрасных шезлонгах даже такого невероятного размера так что я советую первым делом прилетаем в тель-авив заселяемся в гостиницу который вам особенно нравится и наслаждаемся морем как поется в известной песне море солнце пляжей все что нужно для прекрасного отдыха мы встретили нашего друга из латвии прекрасный красавица маркус рива привет привет при этом очень рад тебя встретить тут первую очередь мне сразу интересно знать это твой первый приезд туда в израиль давно в общем мечтал приехать в тель-авив но все-таки наконец-то случилось это мне очень нравится тут тепло знаешь после нашу прекрасной погоды которые есть и в эстонии и в латвии тут прямо уже лето-лето и хочется тут остаться а лето здесь длится я тебе скажу туристический сезон аж до конца октября вот бы нам так мы вообще не стали работать а только петь и танцевать я тут безумно нравится что все тут бегает заниматься спортом плавает вот тусовки там не знаю такая движуха такая атмосфера что мне хочется чтобы не знаю где-то в юрмале была такая движуха летом но я тебя перебью и скажу что такая движуха есть конечно в конце июля вместе с нашими телезрителями да мы отправляемся на естественно концерт фестиваль лаймы вайкули рандеву ведь и там наверняка будет я надеюсь очень да я думаю что конечно обязательно буду то есть у нас как говорится есть свое ежегодное так сказать евровидение где собираются звезды зарубежные эстрады конечно наши пожелания и напутствия в эстонии в латвию от марта заре вы конечно приезжайте в ригу в латвии в юрмалу и и не только тут классно классно то тоже у нас и я я поеду тоже на перита бич у вас в италии мне там тоже нравится главное чтобы вокруг была хорошие позитивные люди и тогда все все будет прекрасно израиль и евровидение это конечно хорошо но у маркуса рива новая песня премьера к летнему сезону даст название ты пьешь мою кровь ох напоем прямо сейчас для зрителей ты пьешь мою кровь находишь по остановись уже гейм овэр на черно-белый все что связано с тобой конечно эта программа стиль жизни смотрите на три плюс в эстонии и в латвии ах самое яркое только с нами этим летом в свете жаркое солнце и наша прогулка продолжается мы находимся в тель-авиве и не думайте что это только море и новые строения конечно именно здесь расположен один из самых исторически древних центров это старый город яфо первые поселения здесь возникли давным-давно приблизительно в семнадцатом веке аж до нашей эры а во времена крестовых походов город процветал как торговый центр но а после 1268 года этот исторический центр был разрушен и пролежал в руинах аж 400 лет и только в середине 20-го столетия город был объединен вместе с тель-авивом и на сегодняшний день как прекрасно что можно наслаждаться не только новыми строениями а также главными историческими достопримечательностями которые находятся в старом городе куда мы с вами и направляемся при входе в старый город яфо обратите внимание что вашему взору открывается знаменитая явская часовая башня она была построена в начале 20 века на самом деле это первая гражданская постройка на которой возвели циферблат ведь именно до этого часы размещались только на минаретах и церковных колокольнях представляете себе и помните если мы говорим о времени программа стиль жизни на канале 3 плюс в 10 утра и после 11 вечера многочисленные маленькие улочки старого города как здесь легко запутаться любому туристу это мне напоминает лабиринт но а для того чтобы увидеть главные достопримечательности старого города яфа вот вам лайфхак смотрим куда направляется группы туристов и вперед за ними и таким образом буквально за пару часиков вы сможете насладиться невероятной атмосферой старого города прогуливаясь по знаменитому старому городу яфа эти невероятные улочки у меня немного ассоциируется с прибалтикой такая же невероятная атмосфера которую невозможно передать на фотографиях или в телевидении нужно обязательно приехать сюда и все прочувствовать своей душой но а главное интересное достопримечательность это знаменитое висячие апельсиновое дерево в чем же особенность на самом деле это горшок который подвешен на тросах и внутри которого растет апельсиновое дерево именно апельсиновое дерево является символом страны после веселой прогулки по старому городу конечно мы сожгли массу калорий но и получили ценную историческую информацию конечно проголодались для этого нужно прямиком направляться на один из знаменитых маркетов который расположен в самом старом городе здесь представлены на самом деле настоящий изыски гастрономического искусства все что душе угодно фрукты овощи и конечно наши любимые сладости но помните главное не переборщить чтобы наш стиль жизни был всегда модным в тель-авиве наступает вечер и близится закат и программа стиль жизни подходит к концу но за последние полчаса мы успели насладиться великолепным путешествием в тель-авив пообщались со звездами прогулялись по пляжу и получили массу прекрасного настроения мы поздравляем победителя евровидения 2019 это представитель из голландии и как гласит слоган этого года дэотю джим то есть мечтайте смело вместе с нами до свидания евровидения 2019 и здравствуй евровидения 2020 до встречи в эфире сегодняшний выпуск программы подошел концу и это все что мы успели вам показать я надеюсь что вы провели свободное время вместе с нами в музыкальной атмосфере на конкурсе песни евровидения 2019 не забываем подписываться на мой инстаграм и канал в youtube и мы встретимся с вами ровно через неделю как всегда на канале 3 плюс программе стиль жизни до встречи пока а и Редактор субтитров А.Семкин